Последствия блокады испытывают и жители прифронтовых территорий Донбасса. Наш корреспондент Геннадий Вивденко находится в Донецкой области. Позже мы выйдем с ним на связь и он расскажет, как в условиях ограничений выживают люди. О блокаде говорили сегодня и в парламенте, комментируя решение СНБО. Впрочем, больше шума наделала назначение аудитора для НАБУ. Рада должна была определиться с кандидатом по своей квоте, но все снова закончилось скандалом и провальным голосованием. Почему? Вот какие аргументы на утреннем заседании слышала я. Дети солнца сегодня в стенах парламента в Международный день человека с синдромом Дауна. Им показывают, как работают депутаты, а сами нардепы в знак солидарности надели разноцветные носки. Когда был первый започаткованный Международный день, символом было придумано, что это будут просто разные шкарпетки, которые будут показывать их нестандартный взгляд на жизнь. А не так давно здесь же в парламенте нардепы с скандалом объясняли радикалам, что такое синдром Дауна, призывая к депутатской этике. Проблематика, когда Ляшко назвал представителей уряда Даунами, она в том, что он, на самом деле, никогда с этими детьми не общался. Потому что человек, который хотя бы раз приехал, например, в дом для этих детей, она никогда бы себе не позволила кого-то назвать Дауном. Потому что это действительно очень солнечные, светлые люди. Говоря о той же депутатской этике, совсем не солнечные перспективы светят нардепу Порасюку. Сегодня он впервые после скандала с полицейскими на блокпостах пришел в Верховную Раду. С повязкой на руке и без всем известного пыла комментирует возможное снятие с него депутатской неприкосновенности. Я не ховаюсь за недоторганностью. А питание моей агрессии или моей неправильной поведения, оно забывано тем, что я человек, у меня есть гидность. Я за побратимов, женок и родных людей всегда так буду. Тем более я его не спровоковал. Впрочем, Порасюк, похоже, сам лишил себя мандата. По крайней мере, на этом видео, снятом журналистами, видно, как он ищет, скорее всего, карточку для голосования. Самого же нардепа коллеги воспринимают без особого ажиотажа. Здесь своих требований хватает. Одно из них – отменить решение о блокаде. Мы закликаем владу сказовать решение, которое шоковало наших співвітчизников на этих территориях и выкликало поводу у всех наших европейских партнеров, членів нормандської групи. Закликаем парламент припинити спробу делити громадян замовным принципом, сбільшуючи квоты на українських телеканалах. А вот в большинстве предлагают, наоборот, разделить территории. Впрочем, как, еще не знают. Украина – необходимый закон про территориальную целостность країни, а не замороженный конфликт. При написании законопроекта мы готовы співпрацювати с іншими демократичными силами та громадськими організаціями. Найголовніше, в цьому законі має бути не лише констатация факту темчасовой окупації территорий, а й визначення поседовних кроків зі звільнення українських территорий. Пока суть до дела перешли в повестки дня, одним из первых решали вопрос с аудитом НАБУ. И тут традиционно без скандалов не обошлось. На засіданні комитету було розглянуто дві кандидатури, тобто ті самі, які до цього і виносились в зал. Це кандидатура Найджела Брауна і Роберта Сторча. Мова йде про те, що парламент має визначити аудитора, який буде перевіряти діяльність Національного антикорупційного бюро. До парламенту вже збираються люди, які занепокоєні спробую поставити під загрозу незалежність антикорупційного бюро. Часть антикорупційного комитету виступають проти Найджела Брауна. Мол, треба утверждати Роберта Сторча. Залу вже пропонували на рейтинговому голосованні определити, кого усадити в кресло аудиторам. Ми все зробили для того, щоб зняти штучний розбір у суспільстві і зняти штучний розбір у парламенті. І тому ми внесли дві кандидатури. Хоча нагадую, що дві фракції і інші народні депутати висунули кандидатуру і підтримують именно Найджела Брауна. По факту, ні один із кандидатов не нашел поддержки в зале. Тепер в блокі Порошенко говорят, що президент по своїй квоті на днях внесет кандидатуру Роберта Сторча. А вот парламенту со своєю квоті придеться заново определяться. Що далі? Якщо не проходить ні одна, ні інша кандидатура, на цьому ж питання аудитора НАБУ не закінчується. Значить, будуть выбрані інші претенденти. Значить, будуть розглядатися і інші люди. Сняв один спорний вопрос, перешли к другим. По планам у нардепов, день топливно-энергетичного комплексу. Часть приняли, к примеру, уменьшить тарифы на тепло, производимое із альтернативних источників енергії. При этом закон о предоставлении земли под сооруження нефтяних склажин отправили на доработку.